Hello, children, and welcome to the lesson. The topic of our lesson is School Life. Итак, приветствую вас на нашем уроке, тема которого – Школьная жизнь. Today is the lesson we are speaking about teenagers' relationships, about communication, and we are looking at the ways to speak about future, and the difference between past simple and past continuous. Итак, сегодня мы повторяем времена группы present, мы говорим о подростках, об их взаимоотношениях и общении, также мы повторяем способы выражения будущего и вспомним, чем отличается past simple, прошедшее простое, от past continuous, прошедшее длительное. Well, let's start breaking. Итак, перед вами табличка способов выражения будущего времени. Если мы говорим о расписаниях, мы используем present simple. The concert starts at two o'clock. Концерт начнётся в два часа. Я имею в виду будущее, но я использую время present simple, потому что это график. Если у нас есть планы на ближайшее будущее, причём мы знаем, что они точно осуществятся, мы будем работать во времени. Present continuous. I am leaving for London tomorrow. Я завтра уезжаю в Лондон. Я знаю, что я завтра уеду. У меня куплен билет, у меня собраны вещи. Есть конструкция to be going to – собираться. Мы используем эту конструкцию, когда речь идёт о предсказаниях, которые мы сделаем на основании каких-то объективных факторов. It is going to rain. Look, the sky is grey. Пойдёт дождь. Посмотри, небо серое. И ещё один способ выражения будущего времени – это future simple. Собственно, будущее простора. Для чего используется? Когда используется? Когда мы делаем предсказания, но эти предсказания основаны исключительно на нашем личном мнении. I think it will rain. Я думаю, пойдёт дождь. Почему я так подумала? Известно только мне. Обещания, которые могут сбыться, а могут и не исполниться. I promise I will come in time. Обещаю, я приду вовремя. Но что-то может помешать, и приду я не вовремя. Также future simple – это на месте принятые решения. It is cold. I will close the window. Холодно. Я закрою окно. Я не планировала этого делать. Я не обдумывала это действие. Это вдруг на месте принятое решение. Холодно – значит, нужно сделать так, чтобы холод не поступал. То есть закрыть окно. Итак, прочтём предложение. Страничка 15, номер 4. И наша с вами задача – проанализировать ситуацию и понять, о чём идёт речь. Что у нас может быть? On the spot decision. На месте принятое решение. Planned action or intention – запланированное действие, намерение. Future prediction – based on what we think, believe or promise. Предсказание, основанное на том, что мы думаем, верим или обещаем. Well, let's read the sentences. Читаем предложение. Tie your shoelaces. You are going to trip over them. Завяжи шнурки. Ты об них споткнёшься. What is it? Что это? It is future prediction. Based on what we can see or know. Мы знаем, что об развязанные шнурки можно споткнуться и упасть. Мы видим развязанные шнурки, и мы делаем такое предсказание. They are going to move house this summer. Они собираются переезжать этим летом. What is this? Что это? It is planned action or intention – запланированное действие, намерение. I'm tired. I think I'll have an early night. Я устала? Я, наверное, рано лягу спать. What is it? Я могу лечь рано спать, а могу и не лечь. То есть, моё обещание может исполниться или не исполниться. The bus leaves at 7 p.m. Автобус отправляется в 7 часов. It is a timetable. Это его расписание. По-другому этот автобус не входит. I'm seeing my friends tomorrow. It is fixed arrangement in the near future. Это запланированное что-то в ближайшем будущем, уже завтра. It's hot. I'll open the window. Жарко. Я открою окно. It is on the spot decision. Вдруг неожиданно принятое решение. Надеюсь, это вспомнили и это понятно. Let's do an exercise. Давайте выполним тренировочное упражнение. Exercise 5, page 15. Stop the video and complete the sentences using will or to be going to. Внимательно, глагол to be, он изменяется. Am, когда мы говорим о себе. Are, когда мы говорим во множественном числе. Well, checking. Look, pet's here. I will go and talk to her. What are your plans for Saturday night? We are going to invite some people over for dinner. Would you like to come? I am afraid I can't solve this problem. Don't worry. I will help you. The phone is ringing. I will get it. Are you still in pain? Yes. I am going to see the dentist tomorrow. Check your answers. Проверяйте свои ответы. Going further. We have got the notice board. Перед нами доска объявлений. Упражнение 6, страничка 15. Наша с вами задача разобраться, где у нас расписание распорядок, а где наши планы намерения. О расписании мы будем говорить во времени present simple, а о своих планах мы будем говорить во времени present continuous. Расписание. What time does the bus leave? It leaves at 5 o'clock. So, наше намерение. We are meeting at the station at half past four. Составим такие же диалоги. Давайте спросим, в котором часу начинается концерт. What time does the concert start? Построим ответ. Это его график. It starts at half past nine. Значит, нам нужно выйти в восемь. So, это наше намерение. We are leaving the house at eight o'clock. What time does the film start? It starts at eight o'clock. So, we are meeting outside the cinema at a quarter to eight. И давайте посмотрим на последнее. What time does the belly lesson finish? Заканчивается занятие по танцам. It finishes at six o'clock. So, I am picking you up at quarter past six. Значит, я заберу тебя в шесть пятнадцать. I hope you see the difference. Надеюсь, разница понятна. Let's remember past simple and past continuous. Давайте вспомним, что такое past simple, а что такое past continuous. Итак, что такое past simple? Это действие, которое в определенное время в прошлом было совершено. И связи с настоящим оно может не иметь. И либо, когда мы перечисляем действия в прошлом, которые происходили одно за другим. Встал, собрал вещи, оделся, умылся и пошел в школу. Это будут действия, совершавшиеся одно за другим. А что такое past continuous? Это действие, которое выполнялось в прошлом в определенное время. То есть мы знаем, когда, и мы знаем, что действие было достаточно продолжительным. Либо мы говорим о том, что действие в прошлом заняло какой-то период времени. Далее. Если несколько действий выполнялись в прошлом одновременно, мы будем использовать тоже past continuous. Либо когда у нас два действия, одно из них прерывает другое. Действие, которое длилось, которое было прервано, будет использоваться в past continuous. Let's have a look at the sentences. Опять мы с вами читаем предложения и анализируем их значения. Что у нас может быть? Complete action or event which happened at a started, stated time in the past. Завершенное действие, которое началось в четко известное нам время в прошлом. Past actions which happened one after another. Действия в прошлом, которые происходили одно за другим. Past action in progress interrupted by another past action. Действия в прошлом, которое было прервано другим действием в прошлом. Two or more simultaneous past actions. Два и более одновременных действий в прошлом. Past habit or state. Привычка или состояние в прошлом. Итак, давайте смотреть. He picked up his jacket, locked the door and left. Взял куртку, закрыл дверь и ушел. Past actions which happened one after another. Действия происходили одно за другим. I was cleaning the attic when I came across my first diary. Убирал на чердаке, как вдруг наткнулся на свой первый дневник. Уборка – это процесс длительный. А найти какую-нибудь интересную вещицу – это краткое действие. Past action in progress interrupted by another past action. Действие, которое длилось, было прервано другим действием. Шекспир написал Гамлета в 1600 году. Мы знаем время выполнения действия. It is a complete action or event which happened at a stated time in the past. When he was young, he rode his bike to work every day. В молодости он ездил на работу на велосипеде. It is his past habit or state. Это его привычка прошлого. I was watching TV while they were cooking dinner. Я смотрела телевизор, пока они готовили обед. Они мне не мешали смотреть телевизор. Я им не мешала готовить обед. То есть действия происходили одновременно, не пересекаясь. Старайтесь объяснить, какое грамматическое время вы используете. Stop the video and do this exercise. Видео на паузе и вы выполняете упражнение. Well, check. Итак, проверяем. I started at the local 6th form college last September. And I am studying for my A-levels at the moment. I am going to become a lawyer when I grow up. So, I will have to work hard and pass all my exams to get into a good university. My other news is that I have a new pet dog. I have been having him for two months now, and he is really cute, but sometimes a little naughty. For example, while I was walking him in the park yesterday, he ran off, and it took me an hour and a half to find him again. Anyway, I must go as I have some homework to do, but I promise I will write again soon. To your homework, to your homework, к вашему домашнему заданию. Вы повторяете правила употребления времен. И по образцу письма, которое мы только что прочитали, вы пишете письмо другу о своих новостях. Это могут быть школьные новости, новости из вашей спортивной жизни и любые другие новости. Продолжение следует...